Что стало с бойцами спецназа из группы 6, которые уничтожили Бен Ладена? Вас приветствует канал ЖБУБУЛЬП. После успешной проведенной операции Копье Нептуна против главного террориста Америки, Усамы Бен Ладена, бойцов спецназа из группы 6 ждала скорая смерть на борту транспортного вертолета типа CH-47, Ченук. За всю историю существования шестой группы это стало ее крупнейшей потерей. Что было накануне? По официальной версии в результате длительной перестрелки 2 мая 2011 года Бен Ладен был убит в пакистанском городе Аббатабад. Операция заняла около 40 минут. Через три месяца после этого, 3 августа один из бойцов спецназа решил дать интервью журналистам, где отписал подробности пребывания в доме главного террориста. Спецназовец смотивировал свой поступок тем, что в обществе складывается негативное мнение о работе секретного подразделения. На самом деле никакой длительной перестрелки не было. Когда они высадились и проникли в дом, Бен Ладен попытался укрыться за спиной своей третьей жены. Спецназовец выстрелил и ранил женщину в ногу. Через два дня после выхода интервью в американских СМИ, 5 августа вся группа элитного подразделения, задействованная при поимке Бен Ладена, погибла при странных обстоятельствах. Попытка оправдаться не удалась. Один заложник и 10 убитых. Нередко в адрес спецназа раздавались обвинения, что в ходе операции погибают ни в чем не повинные мирные жители. Журналисты известной американской газеты провели расследование нескольких эпизодов, где морские котики действовали с неоправданной жестокостью. В качестве примера был приведен случай освобождения одного американского заложника в афганской деревне, когда были убиты не только тюремщики, но и мирные жители. Этот факт возмутил британского командующего, да и афганские крестьяне молчать не стали. Так постепенно работа морских котиков стала известна мировой общественности не с лучшей стороны. Неоправданная жестокость. Томогавки, изготовленные по специальному заказу американцам Даниэлем Уинклером, специально адаптированные немецкие карабины с глушителями, гранаты нового поколения, все это и многое другое. Применяется в ходе специальных операций. Их результаты проникали в печать. Общество приходило в ужас. Более 90 ножевых ранений нанес боец спецназа сомалийскому пирату при его задержании. Понятно, что пират был преступником, он убил заложников. Но действия такой жестокости оператора шестой группы оправдания не находили. В Афганистане в ходе операции операторы нередко убивали школьников и их родителей. Все это проникало в печать и делало бойцов кровожадными в глазах общественности. Как погибли спецназовцы? Изначально Пентагон выдвинул версию крушения вертолета по техническим причинам. Бойцы летели на устаревшем военно-транспортном самолете Boeing CH-47 Ченук. Хотя обычно используют вертолет сикарского Black Hawk, черный ястреб, сидение которого при ударе о землю выдерживает нагрузку более 48 джоулей. Вторая версия уже стала официальной и прозвучала из уст представителя Пентагона. Он рассказал, что в ночь с пятницы на субботу 5 августа 2011 года в Афганистане, после успешной проведенной операции против талибов, на обратном пути вертолет был сбит ракетой из переносного зенитно-ракетного комплекса. Экипаж и 38 бойцов элитного американского спецназа погибли. Затем количество потерь снизилось до 20 человек. Это случилось в районе границ двух провинций – Лагар и Вардак. Главный виновник – движение «Талибан» до сих пор не наказано. Зачем Джону Кенниди понадобился спецназ? Элитное подразделение спецназа было создано в 50-х годах по приказу Джона Кенниди. Президенту Америки понадобилась отборная часть для борьбы с Советским Союзом на Кубе и Вьетнаме. С самого начала группа создавалась на базе ВМС США. Она была засекречена, практически сразу стала легендарной. Ее использовали редко и для очень узкоспециализированных заданий. Главная задача – методическое уничтожение противника. Окончательной победы в этой скрытой войне никогда не было. Элитные спецназ стали называть хорошо отлаженной машиной охоты за людьми. О них знал ограниченный круг лиц. Изначально их было всего 10 человек, затем около 300 в 2000-х годах. Бойцов привлекали сюда огромные деньги, которые стали поступать на их содержание и выплату боевого вознаграждения. Шестая группа появилась после неудачи. Реорганизовали морских котиков в 1980 году после неудачной проведенной ими операции по освобождению заложников в Тегеране на территории посольства США. Так появилась шестая группа, главная задача которой – охота за самыми важными мишенями. Сегодня официально они называются группа разработки военно-морских специальных вооружений. Но неофициально они так и остались морскими котиками. Их родная военно-морская база находится в Нарфолке, в штате Вирджиния, где были операторы. В самом подразделении бойцов называют не солдатами, а операторами. Сирия, Афганистан, Йемен, Ирак – вот далеко не полный перечень стран, где выполняли специальные поручения Пентагона операторы. ЦРУ плюс морские котики нередко совместно с ЦРУ проводились широкомасштабные операции. Они использовали самые разные методы уничтожения врагов в Америке. В ход шли самые современные методики шпионажа. В качестве прикрытия – торговые суда, а на самом деле это были корабли-шпионы. Нередко на операции брали женщин. Действуя вдвоем, можно было меньше навлечь на себя подозрений. Шестую группу переводят на улицу в рамках программы «Омега». Разработанные ЦРУ морские котики стали плотнее сотрудничать с разведкой. В 2006 году им было приказано наравне со всеми участвовать в атаках против талибов. Это возмутило бойцов элитного спецназа. Один из них заявил, что им приходится в буквальном смысле бегать за уличными бандитами. А ведь они должны проводить специальные операции и не готовились выполнять самые обычные задания. Шестая группа морских котиков ВМС – одно из самых мифологизированных и скрытных подразделений армии США. Одно из подразделений, деятельность которых в наименьшей степени подвергается проверке. Когда-то это была немногочисленная группа, которую приберегали для узкоспециальных, но редких заданий. Более 10 лет боевых действий превратили это подразделение, наиболее известное по ликвидации Усамы Бен Ладина, в глобальную машину для охоты за людьми, говорится в статье. По мнению авторов, эта роль морских котиков отражает новый американский способ ведения войны, вооруженный конфликт отмечен не победами и поражениями на поле броне, а не преклонным уничтожением предполагаемых боевиков. Почти все, что касается шестой группы морских котиков, засекреченного подразделения сил специальных операций США, окутано завесой конфиденциальности. Пентагон даже не признает публично, что эта группа действительно так называется. Некоторые из ее подвигов в последние годы стали известны благодаря статьям, где господствует восхищенный тон. Но, если изучить эволюцию шестой группы на основе десятков интервью с ее нынешними и бывшими военнослужащими и другими военными, а также знакомство с правительственными документами, складывается гораздо более сложная, провокативная картина, пишут авторы. В Афганистане и Ираке шестая группа вела войну на истощение. В других странах она осуществляла миссии, размывавшие традиционные границы между военными и шпионами, говорится в статье. Снайперское подразделение группы было преобразовано для проведения тайных разведывательных операций. Морские котики присоединились к оперативникам ЦРУ в ходе инициативы программы Омега, которая обеспечивала большую свободу при охоте за противниками, пишет газета. Шестая группа успешно осуществила тысячи опасных рейдов, которые, как заявляет командование армии, ослабили сети боевиков. Но ее действия также вновь и вновь вселяют опасения перед чрезмерными убийствами и гибелью мирных жителей, отмечают авторы. Так, афганские крестьяне и британские командующие обвинили морских котиков в убийстве мужчин без разбора в некой деревне. Даже американский заложник, освобожденный в результате драматичной операции, вопрошает, зачем морские котики перебили всех его тюремщиков. Когда возникали подозрения в неподобающем поведении, внешний надзор был узким, пишут авторы. Объединенное командование спецоперациями провело собственное расследование более полудюжин эпизодов, но редко передавало дело следователям из ВМС. С 2001 года через шестую группу морских котиков катились волны денег. Благодаря этому она смогла значительно расширить свои ряды, до примерно 300 операторов, как они в ней именуются, бойцов-штурмовиков и 1500 человек с помогательного персонала, чтобы удовлетворять новым требованиям. Но некоторые члены группы гадают, какие последствия возымел неустанный темп операций, уж не выветрился ли элитный дух подразделения, уж не растратила ли шестая группа силы на маловажные боевые задания. Группу направили в Афганистан охотиться на лидеров Аль-Каиды, но вместо этого она много лет вела ближнее бой с талибами среднего и низшего ранга и другими бойцами сил противника, говорится в статье. Как бы то ни было, шестая группа и сила Дельта, ее аналог в армии США, действовали бесстрашно, и президенты США посылали их в отдаленные горячие точки, Сирию и Ирак, Афганистан, Сомали, Йемен. Как и компания ударов с беспилотников, которую проводит ЦРУ, миссии сил спецопераций дают политикам альтернативу для дорогостоящих оккупационных войн. Но крепостной вал секретности, окружающий шестую группу, не дает во всей полноте изучить ее послужной список и последствия ее действий, в том числе потери среди мирного населения или глубокую обиду в странах, где действуют ее бойцы. Эти миссии укоренились как часть боевых действий США почти без общественных обсуждений или дебатов, пишет газета. Командование спецопераций США отказалось давать конкретные комментарии о шестой группе морских котиков, но заявило, что после 11 сентября 2001 года его силы участвовали в десятках тысяч миссий и операций на множестве географических театров и последовательно оставались верны высочайшим критериям, которые предъявляются к вооруженным силам США. Газета описывает боевые действия операции шестой группы морских котиков. В марте 2002 года в Афганистане, во время хаотичного боя старшина первого класса НЛЧ Робертс упал с борта вертолета на территорию, под контрольную силам Аль-Каиды. Прежде, чем подоспели американские военные, бойцы противника убили Робертса и изувечили его тело. То, как погиб Робертс, заставило тесное сообщество морских котиков поежиться. Новая война Америки стала некрасивым ближним боем. Иногда военные выполняли крайне неприятную обязанность. Отрезали у боевиков, которых только что убили, пальцы или небольшие куски кожи на голове для анализов ДНК, пишет газета. После мартовской кампании 2002 года большинство боевиков Бен Ладина бежали из Афганистана в Пакистан. В то время шестой группе запрещали выслеживать талибов или гнаться за боевиками Аль-Каиды на территории Пакистана. США опасались восстановить против себя пакистанское правительство. Но на ЦРУ эти ограничения не распространялись. По словам бывших военных и разведчиков, члены шестой группы в итоге начали сотрудничать с ЦРУ и действовать в рамках его более широких полномочий на ведение боев. Эти миссии, часть программы Омега, позволяли морским котикам осуществлять операции, которые можно отрицать против талибана и других боевиков в Пакистане, говорится в статье. В 2006 году начальник объединенного командования спецоперации Стенли Эмма Кристал приказал морским котикам и другим войскам отбивать натиск талибана в Афганистане. В результате шестая группа стала применяться в опасных, но все более рутинных боях. Некий неназванный бывший член шестой группы заявил, к 2010 году ребята стали гоняться за уличными бандитами. Самая хорошо обученная сила в мире гонялась за уличными бандитами. Как бы то ни было, шестая группа старалась действовать быстрее, незаметнее и смертоноснее, извлекала выгоду из своего растущего бюджета и новых технологий. Безобидное маскировочное название шестой группы, группа разработки военно-морских специальных вооружений, это отсылка к ее официальной миссии по разработкам нового оснащения и тактики для морских котиков в целом, военной части, которая также включает в себя 9 незасекреченных групп, говорится в статье. Например, оружейники морских котиков переделали новую винтовку немецкого производства и снабдили почти каждую единицу оружия глушителями. На вооружение были приняты гранаты нового поколения. Некоторые бойцы использовали томогавки работы Даниэля Уинклера, мастера из Северной Каролины. Одно время томогавки вручали тем, кто отслужил в шестой группе один год. Некоторые ходили с томогавками в бой. Шестая группа появилась после неудачной операции по освобождению заложников в американском посольстве в Тегеране в 1980 году. ВМС попросили командира Ричарда Марсинка создать подразделение морских котиков, способное быстро реагировать на действия террористов. В то время существовали всего две группы морских котиков, но Марсинка назвал это подразделение «шестая группа», надеясь, что советские аналитики подумают, что численность сил больше, чем кажется, пишет газета. Другие группы морских котиков выполняют сходные задания, но шестая группа охотится за самыми ценными мишенями, а также проводит операции по спасению заложников в зонах боевых действий. Она также больше сотрудничает с ЦРУ и осуществляет больше скрытых миссий в зонах боевых действий. Только шестая группа обучается разыскивать ядерные вооружения, которые попадают к нехорошим людям, сообщает газета. В начале войны в Афганистане шестая группа охраняла Хамида Корзая, впоследствии президента. Во время покушения на Корзая один из американцев получил легкое ранение в голову. Но впоследствии Корзая стал жестко критиковать силы спецопераций США, жалуясь на уничтожение мирных жителей. По большей части миссии обходились без смертей, отмечает издание. Члены шестой группы часто действуют под бдительным надзором своих командиров, наблюдающих за рейдами, но им дается широкая свобода действий. Операторы убивали спящих врагов, применяя оружие с глушителями. В свое оправдание они говорят, что это ничем не отличается от бомбежки казарм противника. Неназванный бывший офицер запаса сказал, что операторы делают по упавшим контрольные выстрелы. По словам одного патологоанатома, в 2011 году, у берегов Африки, выполняя миссию на борту захваченной пиратами яхты, один член шестой группы нанес пирату 91 ножевое ранение после того, как этот пират и другие лица убили четверых американских заложников. Некий бывший морской котик сообщил, что операторов учат перерубать и шинковать все главные артерии, пишет газета. Вышеупомянутый офицер запаса заявил, если ты считаешь, что находишься в опасности, на долю секунды, то ты кого-нибудь убьешь. По его словам, некий снайпер морских котиков убил в Афганистане, в общей сложности, трех безоружных людей, в том числе маленькую девочку, и объяснил начальству, что счел их опасными для себя. В юридическом плане этого объяснения было достаточно. Но в шестой группе такие штучки не проходят, сказал офицер запаса. Ты действительно должен оказаться в опасности. Он добавил, что снайперы вынудили уйти из шестой группы. Некоторые эксперты по военному праву полагают, в условиях конфликтов, где нет четкой линии фронта, а бойцы противника часто неотличимы от гражданских лиц, необходимы новые протоколы Женевской конвенции. Другие возражают, что следует руководствовать с устоявшимся, однозначным кодексом поведения. Делать упор на этих пределах и правилах еще важнее, когда воюешь с беззаконным, безжалостным врагом, говорит Джеффри Эскорн, Сауд Тексас Чо Легия Флау. Газета приводит несколько примеров, когда афганцы жаловались на действия членов шестой группы. 27 декабря 2009 года десятки американских и афганских военных высадились в нескольких милях от деревни Кхазихан в провинции Кунар. Когда они ушли, 10 жителей деревни были убиты. О том, что случилось в ту ночь, до сих пор спорят. Ставилась задача взять в плен или ликвидировать высокопоставленного члена Талибана, но вскоре сложилось впечатление, что в этой точке не было ни одного лидера Талибана, пишет газета, поясняя, что разведанные были неверными. Экс-губернатор провинции провел свое расследование и обвинил американцев в убийстве безоружных школьников. Первоначально представители армии США утверждали, что погибшие принадлежали к ячейке инсургентов, которая изготовляла взрывные устройства. Позднее они отказались от этого утверждения. Но некоторые американские военные даны не уверяют, что все молодые люди имели при себе огнестрельное оружие и были связаны с Талибаном. Операция руководила ЦРУ, но в ней, в рамках программы Омега, участвовали и члены шестой группы. На счет у шестой группы не менее десяти операций по спасению заложников, то были как самые знаменитые успехи, так и самые печальные неудачи подразделения. Операторы говорят, что при таких операциях должны действовать быстрее всего и сильнее всего рисковать сами, так как должны уберечь заложников от смерти или ранений. Часто морские котики уничтожают большинство тюремщиков. В 2009 году операторы высадились в Индийском океане вместе со своими штурмовыми катерами специальной конструкции. Это было сделано накануне миссии по спасению Ричарда Филлипса, капитана захваченного сомалийскими пиратами контейнеровоза Майорск Алабама. В 2012 году операторы высадились в Сомали и освободили двух сотрудниц благотворительной организации, американку и датчанку. Эта операция считается безупречной. В октябре 2010 года один член 6-й группы совершил оплошность при попытке выручить британку Линду Норгроф, которую держали в плену талибы. У него заел и механизм винтовки, и он бросил гранату в канаву, где, как ему показалось, прятались двое боевиков. Но после перестрелки морские котики обнаружили в канаве мертвую заложницу. Первоначальный оператор, бросивший гранату, и другой член подразделения рапортовали, что Норгроф была убита, когда разорвался жилет смертника со взрывчаткой. Их версия быстро развалилась, пишут авторы. Следствие заключило, что Норгроф умерла от ранений, вызванных взрывом гранаты. Операторы вынудили уйти из 6-й группы, но разрешили остаться в другом подразделении морских котиков. В декабре 2012 года операторы 6-й группы ворвались в усадьбу в Афганистане, где талибы держали заложника американца, врача Делипа Джозефа. Один из операторов был застрелен, а другие убили всех пятерых тюремщиков Джозефа. Джозеф говорил, что 19-летний талиб Валака вначале уцелел при рейде. Затем он увидел в лунном свете, что Валака, мертвый, лежит в луже крови внутри дома. Военные утверждали, что все тюремщики были убиты быстро, а Валаку вообще не брали в плен. Они также утверждают, что Джозеф выглядел дезориентированным и не возвращался в дом. Черный эскадрон, который первоначально был снайперским подразделением 6-й группы, после терактов 11 сентября был преобразован для проведения операции передовых сил, сбора разведанных и других тайных действий в порядке и подготовке к миссиям сил спецопераций. Когда министром обороны был Рамсфельд, эта концепция пользовалась в Пентагоне особой популярностью. К середине минувшего десятилетия генерал Макристалл поручил 6-й группе играть расширенную роль в глобальных миссиях по сбору разведанных, и операторы черного эскадрона были назначены в посольство США от Субсахареальной Африки до Латинской Америки и Ближнего Востока, говорится в статье. Некий экс-член 6-й группы утверждал, что оружие операторам черного эскадрона доставляли с дипломатической почтой. Операторы, переодевшись местными жителями, пробирались в деревни, чтобы перед ночными рейдами установить камеры и подслушивающие устройства, а также расспросить сельчан. Подразделение учреждает фирмы прикрытия, за которыми скрываются операторы черного эскадрона на Ближнем Востоке, и имеет плавучие шпионские станции, замаскированные под коммерческие суда, у берегов Сомали и Мина, пишет газета. В черном эскадроне, в отличие от других подразделений 6-й группы, есть женщины-операторы. Их направляют за границу для сбора разведанных. Обычно они работают в посольствах вместе с коллегами и мужчинами. Один бывший офицер 6-й группы сказал, что женщины и мужчины из черного эскадрона часто работают парами, чтобы не так подозрительно выглядеть в глазах разведки или военизированных формирований противника. Сейчас в черном эскадроне более 100 военнослужащих, его рост совпал с экспансией предполагаемых угроз в разных странах мира, пишет газета. Кроме того, сегодня власти США снова готовы отправлять подразделения вроде 6-й группы в зоны конфликтов, вне зависимости от того, признают ли США свое участие в конфликте. Продолжение следует...